сейчас вы увидите как я с помощью одного очень хитрого невероятно коварного приема постараюсь окончательно выправить вмятины вот на этой немецкой фляжки вмятины были получены я так понимаю во время вытаскивания фляжки из земли вот здесь вот на дне есть такие вмятины сбоку есть тоже вмятины это я уже выправить выпрямлял и вот здесь след от лопаты конкретный след от лезвия лопаты кто-то два раза саданул туда в общем самую бочину использую обычный горох колотый открываем фляжку снимаем вот эту фум ленту и и остатки с прошлого раза открываем упаковку гороха и полностью засыпаем весь горох который только есть прямо туда через горлышко засыпаем 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 сыпем 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 давай 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 вот в общем тут идея какая что горох сушеный Он, в общем-то, дегидратированный Там нет влаги И мы заливаем это все водой Полностью, когда заполнили горохом под завязку Можно, на самом деле, не из чайничка вот так поливать А просто пойти и из-под крана все так аккуратно залить Чтобы, когда все последние пузырьки воздуха вышли Вы убедились, что у вас полностью все залито водой Значит, все, закрываете крышечкой Туго Ну, желательно, конечно, очень желательно использовать фум-ленту Вот такую вот Которая мне осталась тут с прошлого раза Ну, или лен, чтобы было герметично Затем мы эту прелесть кладем И если у вас есть терпение и много времени Вы можете оставить это часов на 8, на 10 Вот так вот в обычном температурном режиме Чтобы это все полежало замечательно И дай бог, чтобы оно все выправилось само Ну, я ждать не стану Подожду всего лишь 3-4 часа И, используя газовую горелку, буду нагревать Уже получившие определенное напряжение Под воздействием изнутри распираемого гороха Алюминий нагреваем И наши проблемные места должны немножко размягчиться И поскольку давление уже есть То должно, по идее, все получиться А именно А именно выпрямление вот этих несчастных вмятин на боках И снизу, то бишь сзади Ну, снизу, наверное, да Вот, значит, нагреваем, нагреваем, нагреваем И тут дело такое Что вода, которая находится внутри И она уже пропитала весь горох И там еще где-то еще сама по себе осталась Она является очень хорошим теплопроводником И наряду с алюминием Вода очень тепло-емкое вещество Это все, конечно, вместе будет очень долго нагреваться Само по себе И в то же время вода будет расширяться Превращаясь в газ местами Поэтому, по большому счету Вот этот коварный процесс Мало отличим от того, что я показывал вам в прошлом видео Когда я пытался только лишь с помощью Полной фляжки воды И нагревания ее локально Вот в этих местах Ее выправить Но тогда не получилось Потому что дырочки образовались Маленькие такие, да И газ весь выходил Наш перегретый пар А в данном случае горох Сам по себе механическим путем распирает Так еще и мы нагреваем эти места И вот мы видим, что из-под пробки Из-под резьбы начала выделяться вот эта вот жижа Такой суп гороховый Вот Ну, я продолжаю это все нагревать Самые-самые такие набитые места И мы видим постепенно Вот сейчас видео Вот это вот Оно ускорено в 4 раза Я не знаю Наверное, вы не увидите Вот так вот все в процессе Как вытягивается Но мне было видно В реальном времени Как постепенно, постепенно Когда я слева-вправо Вперед-назад Двигал газовые горелки Пламя и как постепенно вытягивалось Вот здесь вот специально Я так расположил эту фляжку Чтобы тень падала, да Вот на эту вмятину Как эта тень уменьшается Уменьшается, уменьшается Все больше и больше светлого материала Получается У нас алюминий выпрямляется И тут такое дело На самом деле Этот способ рабочий Коварный, хитрый, замечательный Но Нельзя торопиться И нельзя Слишком перегревать алюминий Потому что он становится Реально мягким Это пищевой алюминий Обычный такой, да Он мягким становится А поскольку изнутри у нас есть Не только давление Разгоряченного пара Перегретого Но еще есть механическое давление Гороха Который Уже расширяется Сам по себе И он начинает Вот в этом самом мягком месте Распирать его Распирает, распирает, распирает И чрезмерно Распирает его Поэтому если вы хотите Чтобы все получилось нормально Вот примерно до этого Положения Мне нужно было Вот так вот подогреть И остановиться Ну я продолжал Свой эксперимент Потому что все-таки Впервые Занимался Вот этим Способом Я продолжал 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 И уже видно Как выпрямляется Вмятина Она уже Вот прям Вот все Вот в этот момент Надо было просто остановиться Но я продолжал И вот там Где был след лопатой Там где немножко Была утрата материала И вот образовалась Вот эта складочка От лопаты От лезвия В том месте Зараза Просто лопнул Алюминий Вот он Вот он лопнул Уже потихонечку А поскольку я продолжал Еще и слева Маленькую вот эту ямочку Нагревать Она тоже конечно Выпрямилась Да Все хорошо Замечательно Но Большую часть Перегретого пара Мы уже стали терять То есть здесь на видео Это не так сильно заметно А в жизни конечно Пара стала уходить Механически опять же Распираемая Изнутри фляжка При Расширяющемся И набирающем воду Горохи Все это продолжало Делать свое дело И мы видим Что уже Уже у нас конечно Геометрия пошла В плюс В большой плюс Вот в этом месте Хорошо Я продолжу уже С другой стороны Другие дырочки Выпрямлять Но Произошла на самом деле Непредвиденная вещь А на самом деле Это все было предвидено Конечно же Что в том месте Где я больше всего Нагреваю Там и произошел В общем-то Неприятный момент А именно Горох Механический Изнутри Все это дело Выдавил И образовалась Такая вот Шишка Самая что ни на есть Неприятная На алюминий Вот Через которую Весь остаток Этого перегретого Пара вышел И после этого В общем-то Процесс Можно сказать Был уже дальше Не то чтобы Невозможен А не целесообразен То есть Да Все выпрямилось Но выпрямилось В огромный В огромный плюс Как бы теперь Эту шишку Обратно бы Закатать На место Вот Здесь тоже Мы видим Что выпрямляется На самом деле Я немножко Забежал вперед В своем рассказе Ну вот я сейчас вам покажу Конкретно Вот в этом месте Вот он тот самый момент Когда Я Слева От самой большой Вмятины Вожу Пропановой горелкой И уже видно Как деформируется Совершенно Меняя геометрию Вот этой фляжки Наши Плавные Линии Пропадают Общие Плавные линии Конечно же Вмятины Тоже Выпрямляются Но это все выходит Одним таким куском Превращаясь Вот в эту Злосчастную шишку Которая меня Конечно Сильно очень расстроила В итоге Но я все равно Продолжал Потому что Мне Вот И вот Пошел процесс Когда Это все расширилось Через Вмятинку От лопаты Это все пошло И мы видим Вот что Когда я уже Все помыл Освободил От гороха Это все Постряхивал В унитаз Мы видим Вот такой результат Вроде все нормально Все получилось На 90% Все готово А тут Все аж На 110% У нас готово Результат В принципе Ну что Ну получилось Да Нормально Замечательно Но Как говорится Не очко Конечно Губит А к 11 Вот такой вот Туз Так что Способ Я считаю Рабочий Проверенный Я дошел До предела Перешагнул Его Увидел Какие есть Проблемы Связанные С использованием Этого способа Горох Замечательно Давит Просто шикарно И Я рекомендую Всем Кто Занимается Военной Археологией И реставрацией Подобных Предметов Вот Пользуйтесь Пожалуйста Смотрите Пересылайте Всем это видео Сами Пробуйте Давайте Вперед И как говорится Из песней Да Ну и чем Можно на самом деле Это все Поправить По хорошему Здесь нужна Аргонодуговая Сварка То есть Сварка Не плавящим С электродом В среде Аргона По большому счету Это все Не сложно Сделать Прутка Там надо Не так уж и Много Вот на эту Разошевшийся Шов Да Скажем так Хотя это не шов Конечно Это просто Тонкое место Которое образовалось От удара Лопатой Вот Слабое место Ну а По большому счету Это все можно Потом заварить Да Потом набрать воду И обратно Встучать Как бы Чтобы было ровно Вот так вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok